После начала события с мегаящиками против стардропов, комьюнити Бравл разделилась на две стороны, поскольку разработчики предоставили нам выбор. Либо бесплатные мегаящики, либо бесплатные стардропы. Сейчас идет очень много дискуссий насчет того, что же все-таки лучше. Но есть одна проблема, связанная с этим ивентом. Что если я вам скажу, что голоса из-за мегаящики и за стардропы не настоящие, и сейчас активно идет накрутка голосов с обеих сторон. Прежде чем я расскажу в чем дело, стоит сказать про то, что данное голосование это чисто субъективная вещь. На реддите даже составили таблицу со сравнением лута из 10 мегаящиков против лута из 60 стардропов. И как можно заметить, по наполнению они примерно одинаковы. Только если мегаящики больше нацелены на косметику, гемы и выбивание персонажей, то стардропы более ориентированы на прокачку вашего аккаунта. Естественно, каждый сам решает, что ему важнее. Например, у меня уже есть абсолютно вся косметика с классического ивента, а другой косметики из мегаящиков не падает. И мне просто нет смысла дальше открывать ящики. Поэтому мой личный голос был отдан за стардропы. Естественно, кому-то будет важнее получить скин на Рика, если человек, допустим, не прошел классический ивент. Ну или, например, ради гемов. Хотя выпадает их довольно мало. И намного выгоднее будет просто купить Бравл Пасс в моем магазине Санкт-Драгон Джемс по максимально дешевой цене. Ссылка на магазин находится в описании. Но кто бы что ни говорил, я думаю, многие согласятся с тем, что большинство все-таки хотят получить мегаящики. Данное настроение отражало голосование на Ютубе и первое внутриигровое голосование. Такая же тенденция наблюдалась и во втором голосовании, но что-то пошло не так. И в ночь с 18 по 19 августа количество голосов за стардропы внезапно увеличилось почти что на 15%. Очевидно, что комьюнити не может настолько резко переобуться за одну ночь. А значит, появляется подозрение насчет того, что голоса за стардропы накрутили боты. Это не удивительно, поскольку мы все прекрасно знаем, что в Бравл Старсе уже давно существуют целые бота-фермы для спамов румы, заявки и Бравл ТВ. А теперь ботоводы добрались и до голосования комьюнити. Причем самое забавное, крутят голоса не только за стардропы. Есть и те, кто накручивает голоса за мегаящики. Поэтому в результате мы видим битву ботов против ботов, что полностью убивает смысл голосования. А ведь это еще не последнее голосование. Вскоре нас ожидает выбор между семью мегаящиками или сорока двумя стардропами. И пока не совсем понятно, что будут делать разработчики с проблемой накрутки голосов. Само голосование происходит на веб-сайте, который не требует регистрации и в котором нету лимита запросов. Этим и пользуются ботоводы. И теперь даже нету смысла спорить, что лучше, ящики или стардропы. Потому что мы имеем дело с иллюзией выбора. И у вас мог возникнуть логичный вопрос. Могли ли голоса за скины Supercell Make и режимы сообщества тоже быть накрученными? Ведь они проводились таким же методом. Скорее всего, раз такая дыра есть в системе Supercell, то ею могли пользоваться и ранее. Возможно именно поэтому мы наблюдали в основном негативную реакцию на победителя Supercell Make. Несмотря на то, что он собрал больше всего голосов. Я, конечно, не говорю, что скин выиграл именно из-за накрутки. Но потенциально могли быть не настоящие голоса. Хотя справедливости ради, смысла накручивать раньше было не особо много. Во время голосования за те же режимы или скины, разработчики не раскрывали результатов до самого конца голосования. Это могло останавливать накрутчиков. Поскольку невозможно было убедиться, работает ли накрутка на самом деле. Сейчас же проценты за мегаящики и стардропы показываются до объявления результата. И поскольку проценты показываются в режиме реального времени, это как раз дало накрутчикам понять, что голосами действительно можно манипулировать. Теперь Supercell вам предстоит в срочном порядке исправлять систему голосований. Поскольку если накрутка голосов будет продолжаться в следующих голосованиях сообщества, то они станут попросту бессмысленными. Уже сейчас на том же реддите очень много негативных постов насчет накрутки голосов ботами. Так что вскоре мы можем ожидать заявления гейм-лидера Фрэнка, либо других менеджеров насчет данной ситуации. Напиши в комментариях, что ты выбрал. Мегаящики или стардропы? И почему? А также не забывай про лайк и подписку на мой YouTube и Telegram канал, чтобы не потерять меня. На сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока.